короче ребятки всем привет короче показу так вот поэтому все догадались где но по названию ролика вы поняли что короче что-то необычное для меня короче будет сейчас покажу как меня загрузили чем меня загрузили еще так вот груз очень неудобно чтобы понимали короче там диски на резки на удухе короче и в основном короче тяжелые ящики идут снизу картон сверху этот чувак на погрузчике ругается игры типа не крепи а барин ну как не крепить короче я еду вот в данный момент поеду за бумагой т2 такая называется кто знает тот поймет но кто не знает тот увидит в ролике дальше куда я еду кстати я за этой бумажкой еду впервые поэтому также как и кто не брал их ничего короче все в этом ролике расскажу и покажу поэтому сейчас закрываю калитку и стартуем за бумагой т2 пока не поздно так они закрылись так забил координаты может кому пригодятся ставим на паузу и смотрим что не фокусируется короче я нахожусь возле милана короче до бумаги т2 мне 50 километров поэтому стартуем так что от подъезжаем короче полтора километра осталось до места где возьму бумажку а тут т2 и забыл сказать короче груз я ребят крепил более так что дай дорогу как говорится даже резинки на полу кинул как бы но посередине никто не кидал чисто по бокам у меня в рулонах они были размотал короче но кинул потому что ну реально как бы стрёмно потому что швейцарств это даже это далеко не немцы и даже не австрийцы как мне рассказывать но так вот все это здесь выглядит подъезжаем я надеюсь то что будет вместе на свободном тупите а вот весе для грузовиков в принципе там кстати обещал там у коллегами кстати ждет я забыл сказать на двумя машинами пойдем и все он там девочка легкого поведения случаем нет короче это так ладненько ребят буду подъезжать потом расскажу покажу надеюсь покажу короче ребят сделал я т2 сейчас покажу как это выглядит выглядит как тот тот вот бумажки на одной бумажке есть печать еще две бумажки на них нет печати делалось это он там он и что вы понимали приходится со своими цемерками дает цемерки пишите фирму я логистику писал границу через какой будете выезжать в германии но германская французская и что там еще номер машин номер прицепа все больше ничего не надо вам дают пейджер и все в течение на минут 7 мне короче уже пейджер зазвенел я забрал т2 как-то так но осталось мне короче убрать полку полку буду снимать не поеду и шторку ламбрикен сниму боковые шторки можете заметить я уже снял как говорится береженого бог бережет уже в немцах назад все поставлю но сейчас яду готовить хавать и ложиться спать все короче ребятки тронулся снял полку можете заметить ну днем чуть больше покажу шторки все дела короче едем типа чистая коллега едет сзади хреново меня короче отправили вперед поэтому лицам не решать все вопросы ничего страшного прорвемся двигаемся дальше что могу сказать короче уже не успел доехать до границы уже столкнулся с первыми проблемами короче мне товарищ объяснил то что верить смотри горит будет типа навигатор сводить раньше чем надо горит смотри не съесть потому что ведь поедешь через город кома и там по петлю напетляешься горит дай дорогу ну и короче я поехал прямо коллега сзади шоке тоже моргаете по пути ты прямо едешь но ребят вроде едем нормально уже короче это потребно века то мой гол на него не смотрю прокинул в том доме промежуточную и гугл поэтому как бы двигаемся но я думаю куда-нибудь да мы приедем там впереди агмаз едет поэтому они частяком через швейцарию ходят держаться и хвой приедем куда надо ладно чтобы там где такой баран как я сидел за рулем ладно гарантий едем шо короче добрались до границы он ребята стоят и не знаю снизу на растаможку или нет но чтобы понимали короче блин ребят здесь перед границей это граница кома ориентируйтесь по знакам навигатор вон он до сих пор думать и мы едем никуда куда надо том том поза что-то короче разворачивает ну короче все в шоке и я тоже короче ну нормально доехали как положено сейчас надеюсь все пройдем все хорошо на ней рампы там я думаю видите куда на контроль сводят смотрят надеюсь у нас контроля не будет так что так короче держим за меня кулочки как говорится так первом окошке вот эти бумаги т2 которые мы делали типа первая проходная там пришлось длину дал я эти две бумажки которых не дали поставили печать и едем короче дальше куда мы едем а мы едем туда короче на разворот принципе навигация так и ведет так что так ребят в любой непонятной ситуации есть если что за коллегами короче не надо как говорится придумывать велосипед его уже давным-давно за вас придумали поэтому сейчас мы едем наверно в так называемый отстойник но мы не отстойники вопросов там сделаем доку документы и погоним дальше так что так не забываем ждать коллегу юра ты где тыркаешься ребят уже швейцарских пробках в общем осваиваю швейцарские пробки не нравится для короче я швейцарию приехал за другим короче приехал посмотреть на всеми хваленую швейцарию то что здесь такие виды что мама дорогая короче ждем пока расцветет и как расцветет я вам уже расскажу как я проходил дальше границу едем дальше короче потерял коллегу нашел юра как все швейцария пока нормально пока не трогают короче сотни час так вот так ребят короче посвятало немного красиво реально красиво ну похоже на стрелок дальше расскажу короче как я проходил границу а пока перекур паузу крутанули и стартуем ребятушки дальше кстати хорошо что я поднял полку чуть дальше покажу что там творится под полкой короче это жесть но да ладно короче все нормально я первый такой типа контроль но это все мелочи вот здесь они значит а это обычные леса или здесь крышу смотрят очень не знаю точно но короче двигаемся дальше виды пока реально красивый но все да я думаю сюда дальше будет еще красивее я надеюсь не разочарует швейцарии продолжаем движение дальше вот сейчас у меня будет тоннель и этот тоннель вроде было написано 17 километров длиной сейчас я вам даже покажу а вот короче сейчас тоннель называется галера дел сан-гаттар до 16 километров 942 метра его длина так считай короче сейчас прокатимся поэтому гляньте стокла зеркала за потери в таких случаях ребят сразу включаем обогрев зеркал и ездим дальше короче с тоннеля вы еду и дальше уже короче расскажу что же было дальше на границе поэтому этому он не особо будет интересно минуты полторы-две смотреть тупо один тоннель поэтому едем дальше ну давайте немножко поговорим о границе италия швейцария первое чтобы я всем посоветовал это приезжайте под открытие границы она открывается в 5 утра мы приехали с юрой наверно было 5 20 где-то ну и наверно первую печать чтоб поставили вид ну на въезде короче на саму границу нужно на были пятые в очереди но это все в принципе нормально заехали быстро потому что когда мы уже оформили бумаги блин колейка уже такая добротная была это всего лишь ничего там уже на 540 было я не представляю что там идем на этой границе творится ну да ладно следующая вы помните то что я заехал в отстойник после того как мы заезжаем в отстойник ставим машину там слева справа паркинг короче вдоль дороги ставим тачку и идем на офис в офисе так как у меня всего лишь транзит получилось там короче по левой стороне это граница кома если что повторюсь по левой стороне там швейцарский знак ой ну как флаг и написано транзит подходим туда и даем короче своей бумаги т2 там мне поставили две печати и все и короче то свидос как говорится идем дальше в тачку садимся и при выезде с границы у вас будет еще шлагбаум как и на въезде на границу где вы вон буренки кстати короче где вы опять даете свои бумаги т2 там их сканируют ставят еще одну печать и все и вы выезжаете заезжайте швейцарию на были наблюдайте вот все вот эти вот красоты это так короче по оплате дорог это я думаю тоже всем интересно у меня бокс он оплачивает поэтому у меня одной проблемой меньше было для тех кого бокс не оплачивает я как бы с этим не сталкивался но мне рассказали я уже был подготовлен на въезде швейцарию вы короче заходите и сразу там на входе в офис берете тикет который вам нужно будет писать километраж километраж ребята вписываем слева справа налево справа налево потому что там миллион идет то есть там 7 цифр а у вас в основном у всех километража как и у меня например от 144 025 если вы начнете вписывать слева направо то у вас получится миллион четыреста там 250 я думаю все меня поняли поэтому на этом ну на этом не лоханитесь потому что будут проблемы как рассказывали мне ребята знакомые которые частиком ездят на швейцарию дальше вы идете и заполняете айди карту для айди карты вам понадобятся документы на тачку вроде как мне говорили лучше всего возьмите полностью всю папку с собой и никаких проблем у вас я думаю не возникнет то есть все бумаги которые вас попросят вы дадите мне кажется такая же металл как и евро виньет которую австрийскую клеить вот мне кажется то же самое и айди карта будет дальше уже ну при выезде со швейцарией вы будете оплачивать дорогу шелкой вот как то так поэтому двигаемся дальше как будут какие-то красоты буду снимать дальше ну и может вспомню еще чего расскажу в данный момент чтобы вам не соврать мне нравится ехать по швейцарии а при ребят смотрите какое красивое озеро видно через ветки видно 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 офигеть такое озеро в горах обалдеть вот это вид вот это вид он просто извиняйте за мат и других слов нет поэтому более класс в горячее всяких океанов